Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Мы стартуем новый курс. Курс по WordPress, но на начальном уровне. В курсе я не буду касаться того, как делать сайты на WordPress и вообще постараюсь максимально дистанцироваться от разработки. Но при этом поверьте, если вы еще не пробовали WordPress, по окончании курса вы поймете, что сделать сайт на WordPress в общем-то не так сложно. А как обращаться с этим сайтом к концу курса вы уже будете знать. В сегодняшнем видео я расскажу, что вас ждет. Очень короткий обзор тем курса и первое, что конечно же надо обозреть, а почему собственно WordPress, а не готовые платформенные решения типа Tilda, Wix и так далее. Ведь они же удобнее в использовании. Да, удобнее, но. Что но? Узнаете из следующего видео. В третьем уроке мы поговорим о знаменитой админке WordPress. Не знаю уж насколько она знаменита, но все, кто с ней работают, конечно же понимают, что комфортнее чем работать в этой админке, наверное только не работать вовсе. Да и то не факт. Четвертый урок о темах WordPress. Тема здесь это не то, что было на уроках литературы, когда вы обсуждали войну и мир или преступление и наказание. Хотя и там обсуждалась скорее не тема романа, а фабула. А если говорить о WordPress, то тема это то, как выглядит ваш сайт. И одно из главных достоинств WordPress это огромное количество в том числе бесплатных тем, которые вкупе с простотой их настройки открывают перед вами просто неограниченные возможности в создании красивого уникального сайта. Ну тут я конечно немножко переборщил. Для создания уникального сайта нужно все-таки вторгаться в разработку. А для создания красивого нужно иметь дизайнерские навыки. Но все-таки хорошо сайт сделать можно. Я кстати рассматриваю темы на примере Кандинского. А работать с ним действительно не требует никаких навыков. Нужно только установить. Дальше два урока будут касаться собственно контента вашего сайта, который в WordPress представлен двумя видами. Страницы и записи. На слух может показаться, что разницы между страницами и записями нет, но она есть и она существенна. По большому счету все, что есть на сайте это либо страницы, либо записи. Поэтому мы уделим этим схожим темам целых два урока. Потому что когда мы говорим сайт, скажем ювелирного магазина, мы понимаем, что речь в первую очередь идет о продукции ювелирного магазина, а не о PHP, плагинах, которые на нем установлены или дизайнерских приемах, которые использовались. Сайт – это контент. Все остальное – оформление контента. Но оформление, конечно же, важно, и тут мы переходим к теме плагинов. В предисловии к пятому уроку я говорю, я уже знаю, что говорю в предисловии к пятому уроку, потому что курс записан, для вас это пока еще будущее. Так вот, там я говорю, что сегодня у нас просто бомбическая тема. Это действительно так, потому что плагины наравне с темами – это просто изюминка WordPress. Их создано огромное количество, практически под любую задачу, и большая часть из них бесплатная. В пятом уроке, кстати, я озвучу топ-7 плагинов, которые на мой взгляд и на взгляд Александра Гусева, с которым мы делаем этот курс, да и на взгляд Алексей Сидоренко, руководители теплицы, должны быть установлены на каждом сайте. В число этих семи не входит плагин Custom Post Types UI. Разбор его я вынес в отдельный урок, потому что добавлять произвольные типы записей, а именно для этого предназначен плагин CPTUI, явно нужно не всем. Да и вообще эта тема стоит несколько особняком, это не для начального уровня, но я решил все-таки вставить один урок с описанием того, на что еще способен WordPress. Чего можно добиться, если углубиться в его изучение. И от сложной темы, связанной с произвольными типами записей, мы вернемся к простой и насущной, к встроенному редактору записей Gutenberg. Все статьи в WordPress оформляются с помощью Gutenberg. Это блочный редактор и хорош он еще тем, что в сети можно найти большое количество дополнительных блоков от сторонних разработчиков, по большей части бесплатных. Также в оформлении статей используется изображение. И этому также будет посвящен отдельный урок. Как добавлять, где хранятся и что с ними делать. И последний урок будет про безопасность и бэкапы. Тема, конечно же, важная. На слух может испугать пользователей начального уровня. Ну какая безопасность? Это же хакеры, программисты. Я в Матрице видел. Ну куда мне с ними тягаться? На самом деле, следования элементарным правилам достаточно для того, чтобы быть уверенным на 90 процентов, что ваш сайт не взломают. А то и больше. Собственно эти элементарные правила я и озвучу в последнем уроке. Все. Увидимся на курсе.